итак сегодня готовлю универсальное тесто которое подходит для всего для хачапури для пирожков для пиццы особенно для пиццы очень вкусное тесто получается но и для всего у меня здесь полтора килограмма муки ему добавляю соль где-то 3 чайные ложки соль по вкусу одну упаковку дрожжей 11 грамм сюда добавляю где-то такую вот пол чайной ложки разрыхлителя перемешиваем соль нами еще чуть-чуть добавлю еще чайную ложку все делаю на глаз но для вас специально все сейчас мере взвешиваю и так муку перемешали откладываем пока сторону теперь разберемся вот с остальными ингредиентами жидким значит яйца у меня здесь три больших яйца можно взять четыре маленьких если маленькие яйца так сюда добавляем сейчас скажу сметаны 2 3 4 5 где-то 6 столовых ложек где-то 1 столовая ложка майонеза это для того чтобы тесто было хрустящим перемешиваем сметану с яйцами добавляем 150 грамм сливочного растопленного масла и где-то 2 столовые ложки подсолнечного теперь эту жидкую смесь добавляем к муке сюда же добавляем молоко я на глаз делаю но сейчас буду для вас вот мерить сколько добавляю потихоньку буду добавлять измерять значит 250 пока мешаем молоко теплое лучше делать целиком на молоке тогда тесто получается мягким так еще 250 надо добавила еще 200 грамм молока в итоге 700 грамм молока ушло вот такое липкое тесто вначале получается хорошенько надо вымесить муки больше не добавляю потому что чем больше муки тем получается тверже тесто в итоге после жарки смесим вот так вот 3-4 минуты дальше слегка добавляем вот так вот на руки где-то 1-2 столовые ложки подсолнечного масла чтобы было легче месить тогда не прилипает тесто и месим до тех пор пока это масло не впитается полностью и тесто не будет гладким видите она уже отстает от стенок не прилипает хотя очень жидкое тесто месим хотя бы 10 минут чем больше вы будете месить тем послушнее тесто становится вот такое приятное тесто мягкое совсем и уже не липнет к рукам дальше что мы делаем берем посуду в которой будем ставить ее подниматься смазываем подсолнечным маслом ставим это тесто туда я накрываю пакетом чистым и сверху еще тарелкой какой-нибудь и поставлю я в микроволновку ну не буду включать просто там тепло и быстрее поднимается тесто и буду ждать пока не увеличится вот прям до краев можно в три раза хотя бы будем ждать а что делает рауль у нас мне суп делается суп делаешь или пирожки суп ну понятно каждый занят дело тесто наше поднялось посмотрите какая красота теперь нам надо выпустить из него лишний воздух так вот посредине сразу разделю половину обратно закрою обратно пакетом чтобы не ответилось все и будем из него делать клубочки сегодня я буду делать пирожки с мясом вот у меня уже фарш готов обжаренный с луком пюре так видно будет у меня с мясом и картошкой я люблю пирожки маленькие сейчас наверно эти большие тоже отрежу сделаю маленькие если хотите чтобы были одинаковые можно взвесить сейчас взвешу приблизительно сколько у меня будет вот такие клубочки я сделала взвесила я получилась по 70 грамм приблизительно если хотите большие пирожки можете сделать побольше вот так вот остальные буду сейчас накрою полотенце чтобы не обедрились и начну лепить пирожки начну я лепить с мясных у нас дети папа все любят мясной а я люблю с картошкой поэтому с картошкой будет меньше чем с мясом вот такие вот получаются у меня поставлю сковороду греться пока буду лепить сковорода нагреться обжаривать я буду на среднем огне на высоком жарить ни пирожки ни хачапури не рекомендуется потому что тесто не успевает доготовиться у меня вот например максимальная 6 я ставлю на четверку не такие же они и маленькие конечно получились еще при жарке тоже увеличится я стараюсь взвешивать клубочки всегда чтобы все были одинаковыми масло я налила на сковородку сковородку проверяем как нагрелось масло чуть-чуть муки слегка щепотку если щипит вот значит она нагрелась теперь выкладываем наши пирожки масло должно хорошенько нагреться а то получится что если не нагретое масло то тесто впитает все масло в себя и получится не очень если в домашних условиях не обязательно чтобы все должны именно быть одинаковыми пирожки могут быть разные все пускай обжаривается итак первая партия у нас почти обжарилась кладем вторую смотрим это если бок обжарился нужно убрать еще раз проверяем там где защипывали чтобы ничего не открывалось это пирожки ну ты же делаешь вместе со мной не тоспой а с тобой скажи с тобой вот у нас первая партия вот это пирожки вот у нас есть вот это пирожки это пирожки не так но думаю все это будет вот такая красота у нас получается вот это с картошкой это с мясом много всего получилось у меня 38 пирожков если тесто брать приблизительно по 70 грамм каждый клубочек вот то получается 38 пирожков таких вот они я бы не сказал что они маленькие такие средние это у меня с картошкой поменьше вот покажу вам я не знаю слышно ли вам снаружи какой он хрустящий это пока он теплый потом остынет будет совсем мягкий мягкий посмотрите горячий пока ой мясной попал в картошку горячие получается тонкое тесто и очень вкусные пирожки надеюсь вам все понравилось готовьте вместе со мной пока пока